Субтитры подогнал «Симон» И мы переходим к следующему пункту. Следующий пункт – это аренда и стоимость жилья. Начнем мы, пожалуй, с аренды, так как люди приезжают и первым делом им нужно где-то заселиться. В общем, есть такой нюанс – снять жилье в Канаде достаточно проблематично, поскольку в Канаде работает такая же система, как и в США, вам понадобится кредитная история, место работы, чеки с работы, доказательства, что у вас есть доход. При этом ваш доход должен быть в три раза выше, чем месячная стоимость квартиры, плюс еще нужно заплатить депозит. В общем, там достаточно много различных нюансов. Многие еще просят предыдущее место жительства в Канаде, чтобы посмотреть, хороший ли вы житель или вы… Жилец. Да, хороший ли вы жилец, или же вы там не очень хороший жилец. В общем, много таких пунктов. От вас, а не вы выбираете жилье. На просмотр одной квартиры может приехать 20 потенциальных людей, которые хотят снять жилье. Да, потенциальные жильцы. И хозяин из них выбирает, в кого он больше верит, что ему будет комфортно, кто меньше испортит ремонт, кто меньше будет использовать коммуналку, у кого нет детей, собак, животных, у кого большие счета, на банковские имеется в виду. И, конечно же, не всегда этот выбор будет в вашу сторону. Поэтому это большой минус, это очень тяжело. Хотя тут есть варианты, люди как-то находят больше познакомых, познакомым и так далее. Второй способ снять жилье, арендовать жилье через компанию, или же даже просто через человека, это заплатить за полгода вперед, или же за хотя бы минимум три месяца. Иногда люди идут на такие уступки. Но это большая редкость. Как правило, если вы можете заплатить за полгода, вам железно отобряют жилье. Вот, поэтому жилье лучше искать через знакомых. Можно также искать через Facebook, но вы должны понимать, что через Facebook найти также очень проблематично. Во-первых, нужно искать жилье в группах англоязычных. Нет смысла искать жилье, по большому счету, в русскоязычных группах, потому что многие туда сейчас пишут. И уже, я думаю, у русскоязычных людей уже не осталось квартир, наверное. И бейсментов различных. Поэтому нужно писать в англоязычные группы в Facebook. Во-вторых, есть Facebook Marketplace, где вы также можете просматривать различные объявления. Но там есть такой нюанс, что большинство объявлений там также от всяких компаний и таких же жильцов, которые хотят весь этот список документов. Но среди всего того у вас есть небольшой шанс найти все-таки жилье, найти человека, который согласится вам сдать жилье просто за месяц, заплатив за месяц или максимум два месяца. Как правило, вы платите, по большому счету, за два месяца, поскольку один месяц это считается как депозит. Также мы поговорим про стоимость жилья. Стоимость жилья здесь достаточно приличная, даже в маленьких городках. Ну окей, конечно, в Ванкувере намного выше стоимость жилья. Мы, кстати, снимали видео по теме месячные расходы в Канаде. Вы можете посмотреть это видео, мы там рассказываем примерно съем квартиры в Ванкувере, а также съем квартиры в маленьком городке наподобие Челевака. Там вы можете узнать цены. Если уже говорить про покупку жилья, то тут вы понимаете, что все еще намного сложнее. В целом стоимость жилья в южной части Британской Колумбии будет где-то минимум 250 тысяч долларов. Это за однокомнатную квартирку или апартаменты? Да, то есть это самый-самый минимум по сути. При этом, чтобы взять в кредит, скорее всего, у вас не получится. Во-первых, скорее всего, если сумма 250 тысяч долларов, то первый взнос это будет где-то 80 тысяч долларов. Может быть 50, честно, я тут не уверена. И дальше будет ежемесячная оплата где-то в районе 800 долларов в месяц, может быть 1000, ну в общем около 1000 долларов в месяц. Конечно, это очень выгодно, если у вас получится каким-то способом, но это очень сложно. Да, но тут есть еще одна загвоздка. Помимо этой загвоздки, вам также нужно иметь место работы, чтобы взять кредит. И не просто место работы, а место работы с очень хорошей зарплатой. То есть, скорее всего, условия будут такие же, чтобы ваша ежемесячная оплата была треть от общей зарплаты. Хотя в целом это буквально 3000 долларов. В принципе, чем арендовать, если у вас есть деньги, чем вместо того, чтобы арендовать, конечно, выгоднее купить жилье. Ну, хотя я не знаю, в Британской Колумбии, я считаю, что цены очень надутые. В любой момент этот пузырь может лопнуть. Одно дело хорошо, когда это на взлете, но я не уверена, насколько еще будет расти. Сейчас самая опасность покупать недвижимость, потому что может, когда уже так надуты цены, они могут в любой момент обвалиться. С другой стороны, нет сейчас для этого предпосылок. Чтобы обвалились цены? Да. Не знаю, многие уезжают в Альберту и так далее. Как раз-таки большинство людей уезжают в другие провинции из-за стоимости жилья. Да. Хотя в Альберте я бы не сказала, что цены прям сильно уступают британской колумбии. Ну, там налоги меньше. Как бы из этих соображений люди туда перебираются. Нам также рассказывали, что многие люди, даже канадцы, которые раньше родились и выросли в Ванкувере, они переезжают в маленькие городки, потому что цены на жилье достаточно высокие. Но, опять-таки, если люди при этом и работают в Ванкувере, то зарплата позволяет снимать жилье в Ванкувере. Да, потому что ездить в Ванкувер здесь не вариант. Я, наверное, мне кажется, это очень тяжело. Мы ездили в Ванкувер и видели, какие там пробки, потому что очень многие живут, ну, своего рода, наверное, москвичи, которые там в Подмосковье, люди, которые там в Подмосковье, как добираться до работы, то есть минимум 4 часа в пути, минимум. А вот, то это очень тяжело. И пробки именно как раз всегда утром и вечером, причем очень растянутые. Зимой еще дольше. То есть не 2 часа, то есть это где-то после обеда уже начинаются пробки. И утром, ну, в общем, это очень тяжеловато. Когда мы ездили, по сути, практически, можно сказать, были дни, когда мы ездили практически весь день по Ванкуверу. Можно сказать, что практически все время там пробки, я бы сказала. Просто в какое-то время они еще больше, в какое-то время они чуть меньше. И вообще там кажется, что пробки просто в любом районе, в любом месте, куда бы ты ни поехал. То есть такое огромное количество многоэтажек, такое огромное количество, очень большая плотность населения на такую маленькую территорию. Да, допустим, ну, Харькове, конечно, людей намного больше, но Харьков по площади гораздо больше. Поэтому, а тут, получается, на небольшом кусочке земли очень так много сосредоточено. И большая коммерческая активность, естественно, все работают, все. В общем, достаточно сложно. То есть если вы хотите работать в Ванкувере и работать каждый день, ездить на работу, то, конечно, желательно жить в Ванкувере. В общем, да, в Ванкувере плюс это то, что больше работы, с другой стороны, именно для жизни спокойнее и приятнее жить в маленьком городке. И иногда, когда там хочется пойти каких-то, иногда, когда хочется каких-то развлечений, тогда поехать в Ванкувер. Там на один день или, может, там на три дня, можно, в принципе, там найти для съема, ну, поехать к курорту. Ну, единственное, что я хочу сказать, что тут в маленьких городках все необходимое для развлечений есть. Это не те деревни, что у нас в странах СНГ. То есть как бы все... То есть хочется чего-то там особенного. Прям вау, да. Вот, что я еще хотела сказать. И здесь жизнь гораздо комфортнее. Но с работой, конечно, тут гораздо хуже, чем в Ванкувере. Поэтому, скажем так, безвыходная ситуация. Либо надо хорошо зарабатывать в Ванкувере и там жить, либо как-то меньше зарабатывать, но жить в маленьком городке. Ну, правда, нам очень нравится. Это нужно, возможно, если вы приедете пожить, я бы арендовала бы и там, и там, и посмотрела. Ну, допустим, если у человека надомная работа, допустим, зачем ему жить в Ванкувере, правильно? Ну, я имею в виду онлайн, да. Либо ему надо выезжать там в город 2-3 дня в неделю. То есть такие вопросы. Вы можете работать в Ванкувере. Либо у вас какая-то профессия, либо вы хорошую работу можете найти в маленьком городке. Очень хорошую. Либо у вас такая зарплата, что вы спокойно можете себе позволить жизнь в Ванкувере. В общем, мы вам ситуацию объяснили, а вам уже решать о собственных возможностях. Что еще очень не понравилось, что, возможно, скорее всего, будет и в наших странах. Не знаю, насколько в скором времени, не в скором. Будем надеяться, что не будет. Да, потому что, ну, как бы, очень нам не нравится, когда навязывается очень много услуг платных, от которых вы не можете отделаться. Ну, самое основное, это, конечно, эти кредиты, кредитные карты. То есть, если в наших странах люди могут вообще не иметь эти кредитные карты, они большинству не нужны, то здесь нужны они, вам не нужны, вы обязаны их иметь, вы обязаны ими пользоваться. И это на всех уровнях это проявляется. Также при снятии жилья, при взятии, конечно же, кредитов. Также это проявляется, даже вот в Ванкувере мы не могли оплатить парковку, потому что принимаются только кредитные карты. Помимо этого, многие оплаты предпочитают сниматься именно с кредитных карт, что очень неприятно, потому что такая ситуация, если у вас на карте нет денег, то снимаются кредитные деньги. И хотите вы, не хотите, вы будете должны. А вот если обычную карту, почему не хотят принимать? Потому что с обычной карты, если нет денег, то и они снять ничего не могут. И вы никому ничего не должны. Также, если у вас какие-то мошенники смогут с карты как-то снять деньги каким-либо способом, то если это дебетная карта, никто разбираться, как говорят, не будет. А вот если с кредитной карты, тогда банк этим вопросом будет заниматься. Также тут есть такая функция, что нам очень она не понравилась, что, допустим, вот у нас автомобильная страховка, мы ее оплачиваем не с дебетной карты, а с кредитной только нам сказали, и что они снимают деньги сами. То есть это без нашего, то есть не мы переводим, они снимают каждый месяц в определенное время, они снимают сумму сами. И если вдруг у нас на карте нет денег, они снимают кредитные. И, в общем, вы тут, если вы передумали, захотели что-то изменить, то вы этого сделать не можете. И вообще, когда вы приезжаете в Канаду, на всякий случай, имеете при себе кредитную карту, желательно, которая будет работать в Америке. Потому что бывает так, что наши кредитные карты работают не очень корректно в Америке. Потому что нам тогда на парковке реально повезло, что у меня была уже кредитная карта, американская, США, и мы ей расплатились. Потому что так, наверное, получили бы штраф за то, что мы не заплатили. А штрафы тут на парковке, кстати, это тоже большой минус, потому что тут очень много платных парковок. И большой минус – это городов больших, в которых все хотят жить. Там бесплатно стать невозможно практически нигде. И если у нас был случай, когда мы остановились в Стэнли-парке, и мы не разобрались сразу за оплату, и, получается, мы думали оплатить после, а оказывается, надо было оплатить сразу, а мы как бы не сразу разобрались. В общем, мы пришли, а у нас уже выписан штраф. Штраф 50 долларов. Причем разобраться практически нереально. А если вы не платите в течение суток, то там штраф сразу увеличился чуть ли не до 300 долларов. То есть тут расслабляться… Да, ну что-то такое, я вам сейчас точно не скажу. Я просто хочу сказать, что здесь надо быть на чеку, потому что вы не знаете, где вам что может прилететь, какой штраф. Допустим, я была в шоке, когда мы искали кемпинг, как люди в отзывах написали, что в одном кемпинге штраф 500 долларов, если человек не отменил бронирование, и он просто не приехал на свое место. Какая разница, человек оплатил, ну подумаешь, он не приехал. За то, что он не приехал, штраф 500 долларов. Я была в шоке. Честно говоря, у нас бы, наверное, народ против таких… Вот мы за пальней, мы бы… В нашей стране бы такой номер не прошел, да, то все как-то это норма. В Ванкувере стоят в центре, в частности, такие старые автоматы для оплаты парковки. И, в общем, мы уже научены горьким опытом в Стэдли парке. Останавливаемся в центре Ванкувера на парковке, мучаемся с этим автоматом. Просто спрашиваем у всех людей в округе… Даже у продавцов в магазине. Спрашиваем, как воспользоваться, как нам оплатить эту парковку. Мы не знаем, куда там эти деньги… Даже те, кто останавливались на той же парковке, они тоже не знали, как оплачивать эту парковку. То есть, эта парковка какая-то странная для кого… Кто ее вообще оплачивает? Или это вообще уже… Фикция парковки. Да, фикция парковки тоже не понравилась. В общем, да, мы так и не смогли оплатить, наверное. Или я не помню. Или мы оплатили потом через интернет. Нет, нет, мы не оплатили. Или оплатили. Я не помню. Нет, по-моему. Ну, в общем, это было достаточно сложно и стрёмно. Конечно, к счастью, мы остановились там буквально на 20 минут. Но всё равно мы как бы хотели оплатить. Потому что мы уже боялись. Мы уже боялись получить второй штраф. Но не судьба. Да, в общем, как бы в маленьких городках платных парковок, они есть, но их, ну, может, процентов 20, да, со всех мест. Ну, совсем мало, может, даже 10. Да, но ограничения максимум, где-то максимум час, где-то максимум 2 часа бесплатно. То в Ванкувере надо знать дворики, надо знать, где бесплатные парковки, искать их где-то. То есть нет такого, что вы когда захотели, приехали, припарковались на месте. То есть там надо маршруты продумывать, знать уже где, где как остановиться. В общем, это минус. И вот навязывание этих кредитов, это очень кредитных карт, очень неприятно. Ты чувствуешь себя несвободным человеком. Также у нас был очень негативный опыт с мобильной связью. Понимаете, я ещё хочу вас всех предупредить, что когда вы приходите по магазинам и по всяким структурам, есть всё-таки не очень хорошие люди, которые рассчитывают на то, что вы иммигрант, иностранец, вы каких-то тонкостей не знаете, и на этом, в общем-то, какую-то выгоду получить. И вот мы оформляли мобильную связь. И там так же, как и со страховкой автомобильной, то есть они автоматом снимают с кредитной карты ежемесячно сумму за мобильную связь. И получилось так, что мы решили от одной мобильной связи отказаться от их услуг. Вот просто отказаться, потому что нам не нужно, это всё-таки лишние траты. И вы не представляете, с какой мы проблемой столкнулись, решали мы её почти два месяца. Ну, окей, мы решали её два месяца, потому что мне было лень её решать. Вот это вот, опять-таки, могут, я знаю, что могут ещё вот так вот от одного к другому меня... Футболить, ну это тут норма, поэтому это тут неприятно, конечно, да. Но в целом, что, я так скажу, несколько минусов. Первый минус, когда мы ещё мой и папин телефон делали, у нас контракт, нам втулили опции, меня даже не спрашивали. Меня даже не спрашивали, мне, нам поставили ещё несколько дополнительных опций, которые забирали одна 10 долларов в месяц и другая 15 долларов в месяц, и это на обоих телефонах. Меня даже не спросили. Ладно, окей, я встречала такое в Америке, но там меня хотя бы спросили, вам нужно это или не нужно. Вот, тут меня даже не спросили, я заметила это, когда сама решила перейти на другой тариф. Потом я захожу в свой аккаунт, и я смотрю, что помимо базовой оплаты за пакеты, у меня ещё какая-то там дополнительная две штуки, которыми я вообще не пользовалась, я их отменила, и всё. Это первое. Второе, твоя проблема, что у нас была к телефону привязана кредитная карта, и мы не могли отказаться от номера, потому что они сказали, чтобы отказаться от этого номера, просто перестаньте за него платить. Я говорю, окей, но у нас привязана кредитная карта, деньги снимаются автоматически, вы можете отключить автопеймент? Они говорят, нет, мы не можем отключить, вот звоните по этому номеру. И дали мне номер. От фонаря, который у нас существует. Один, два, три, да, и теперь угадайте, существует ли этот номер? Нет, его не существует. В общем, потом, через некоторое время я нашла номер в интернете, это был совсем не номер, один, два, три, и я туда позвонила и решила эту проблему. Но вы даже не можете обратиться в банк, что вы не хотите оплачивать услуги, вы не можете, то есть вас будут снимать. Возможно, в банке бы мы решили эту проблему, я не могу сказать точно, потому что мы не обманывали. Да, этого не дошло, но нам говорили, что мы не решим ее и в банке. Но что я хочу сказать, работники в магазине должны были знать, как отключать автопеймент. Это если они могут его подключить, значит, они могут его и отключить. Это бред, что они не смогли якобы этого сделать. И опять-таки, у меня была такая похожая ситуация в Америке. И, ну окей, у меня был не препеймент, а контракт, но я пошла, и мне отключили автопеймент. В чем проблема была здесь? Да, в общем, тут навязывают и выкручиваются, не знаю, то ли им штрафы за это, то ли премии лишают, я не знаю. Ну, конечно, это очень неприятно, потому что это все равно все скрывается, знаете, считать себя умнее других, вот, ну пускай это будет на их карме, так сказать. Вот, но мы вас предупредили, возможно, это было для того, чтобы мы вас предупредили, и вы были не такими наивными и доверчивыми, потому что у нас в Украине такую наглость себе пока еще не могут позволять, так нагло навязывать, потому что у нас никто молча улыбаться не будет. У нас можно за это схлопотать, можно устроить скандал, и будет хорошая антиреклама и все остальное. Вот это все равно люди у нас как бы стараются, ну, как бы, есть, конечно, у нас навязывают, вот, когда вы покупаете там планшеты, ноутбуки, если работники видят, да, работники видят, что вы не сильно шарите, то есть я вам не рекомендую, допустим, в Украине при покупке там телефона, ноутбука, планшета в самом магазине загружать всевозможные программы и так далее, приложения, а лучше это сделать, найти человека, который, ну, которого вы знаете, да, знакомый, да, или сами. Укрываю секрет, там ничего военного нет, есть два варианта. Первый вариант, это что этот планшет вообще уже кто-то включал до вас, и там на самом деле уже практически все и так установлено. И второй вариант, когда планшет действительно абсолютно чистый, он при включении сам вас просит, просто вот прям высветится, введите вот такие вот такие данные, ваше имя, фамилию там, это автоматически создает аккаунт, потом вы галочками просто отмечаете все приложения, которые вы хотите скачать, и планшет все это делает сам. Как бы у нас это вот единственное, что мы можем сказать, что навязывается, то есть по сравнению с тем, с чем мы столкнулись здесь, это был детский лепет, скажем так. Вот это, конечно, неприятный опыт, поэтому вы уже будете подготовлены в отличие от нас, потому что мы нигде ни у каких блогеров такой информации не узнали. Все трындят, извините за выражение, одно и то же, друг у друга пересказывают. Вот, надеюсь, мы кому-то помогли. Так, хотя сами попали. Продолжение следует... Продолжение следует...